Всем привет! Меня зовут Алина Меус. А меня Анастасия Загорская. В этом видео мы хотим показать вам идеи нарядов для встречи Нового Года. Мы знаем, что многие любят одеться желтой собакой или красным петухом в соответствии с китайским гороскопом, но мы считаем, что это делать не обязательно, главное, чтобы ваш наряд нравился вам и соответствовал мероприятию. Да, очень важно отметить такой важный фактор, как уместность. Вам в первую очередь нужно подумать, куда вы собираетесь, где вы будете встречать Новый Год. Если вы будете встречать дома с родными, конечно же, это будет один вариант вашего наряда. Если вы будете встречать на какой-нибудь вечеринке или в ресторане, это будут совершенно другие варианты. Поэтому обязательно учитывайте уместность, учитывайте ваш уровень комфорта и, соответственно, учитывайте допустимую нарядность вашего костюма. Мы предложим вам сегодня несколько идей нарядов для Нового Года, которые подойдут, некоторые из них для встречи Нового Года в какой-то торжественной обстановке, а какие-то вполне подойдут даже для загородного мероприятия. Итак, первый вариант, конечно же, это пайетки. На самом деле, наверняка вы, когда думали про Новый Год, подумали о том, что можете надеть что-то в пайетках. Но не обязательно это должно быть платье. Мы хотим показать вам, что это могут быть совершенно разные элементы. Это могут быть и юбки, могут быть водолазки, могут быть жакеты, могут быть кюлоты. В общем, вы выбираете на свой вкус. Однозначно это будет смотреться нарядно и празднично. Следующий вариант комплекта, который мы вам покажем, будут в бельевом стиле. Почему? Потому что, во-первых, это очень актуально. Во-вторых, наряды в бельевом стиле, они действительно смотрятся празднично и по-вечернему. Вы можете выбрать как какое-нибудь шелковое платье-комбинацию. Так это может быть и какой-то бельевой топ с кружевом. И еще отлично будут смотреться костюмы в пижамном стиле. Вот костюмы, кстати, один из моих самых любимых вариантов. Особенно если у вас нет какого-то очень четкого такого дресс-кода для встречи Нового Года. Это может быть и очень уютно, если, например, выбрать какой-то бархатный костюм. Это может быть и вполне нарядно, если выбрать какой-то шелковый костюм. То есть здесь действительно выбор у вас получается очень большой. Для тех, кто не любит сложные, надуманные и очень праздничные костюмы, мы можем предложить такой вариант, как платье однотонное какого-то яркого цвета. Оно может быть какого-нибудь такого индиго-синего или малинового оттенка. Но здесь важно все-таки соблюсти праздничность вашего образа и добавить какие-то аксессуары к даже однотонному цветному платью, чтобы вы выглядели не так повседневно, может быть, как вы могли выглядеть на каждый день. Как правило, достаточно добавить, например, какие-то золотые туфли, яркую помаду и маленькую сумочку минодель, и ваш наряд уже заиграет. А вот если вы устали от платьев и вам хочется чего-то более интересного, то обратите внимание на комбинезоны. Комбинезоны на каких-то мероприятиях всегда выглядят небанально. Это может быть простой, достаточно лаконичный комбинезон. Это может быть и комбинезон декорированный. Вы можете также использовать элемент многослойности, например, надеть комбинезон поверх какой-нибудь водолазки или блузки. Это тоже все будет смотреться очень интересно. У меня, например, есть черный комбинезон из легкой ткани с брюками-кюлотами, и он меня очень выручает на мероприятиях, потому что смотрится интересно и не так банально, как платье. Еще одна классная идея для встреч нового года – это костюм. Костюм – это вообще очень классный предмет гардероба, потому что его можно наносить и в повседневных образах, сочетая с более лаконичными аксессуарами и обувью на плоской подошве. Но стоит вам надеть туфли на каблуке, сделать укладку и взять минодьер, и вот уже у вас вечерний образ готов. Как вариант, если вы очень смелая девушка, вы можете надеть костюм на голое тело. Следующий вариант очень уютный и очень милый. Если вы планируете праздновать Новый год дома, вы можете надеть какой-нибудь веселый свитер, например, свитер с оленями, со снеговиком, с Санта-Клаусом. Такой вариант наверняка понравится тем, кто очень ценит в образе комфорта. Еще новогодний образ можно создавать с помощью каких-то новогодних фактур. Такими являются, например, бархат и жаккарт. В каком-то костюме или жакете из бархата или жаккарта вы всегда будете выглядеть уже очень нарядно. Самое замечательное, что на Новый год можно не бояться использовать как раз-таки вот эти нарядные текстуры, можно совмещать, комбинировать. Вы можете надеть жакет бархаты и под него надеть шелковую комбинацию. Вы можете выбрать какие-нибудь шорты из жаккарда и добавить к ним водолазку, например, из пайеток. И это все будет уместно, потому что Новый год – это как раз-таки то время, и это та ночь, когда мы действительно можем сиять и не бояться того, что мы где-то переборщили в образе. И последний вариант, конечно же, это платье. Но здесь хотим обратить ваше внимание, что не обязательно для встречи Нового года выбирать платье, в обтяжку по фигуре. Есть других, много интересных моделей. Например, вы можете выбрать платье-жакет. Смотрится очень банально. Вообще можно как-то поиграть со стилем 80-х, он сейчас актуален. Или выбрать какое-то платье интересное, симметричного или даже геометричного кроя. Либо для тех, кто любит варианты немножечко проще, это может быть платье с запахом. Но пускай тогда оно будет какое-то интересное по фактуре, либо по оттенку. Мы показали вам идеи нарядов для встречи Нового года. Не бойтесь экспериментировать, выбирайте для себя интересные фасоны, необычные текстуры, сочетайте цвета. Ведь часто так бывает, приходишь на какое-то мероприятие и все в каких-то одинаковых, идентичных нарядах. Кстати, может быть вам интересно видео об антитрендах нарядов для встречи Нового года. Напишите нам в комментариях, мы подготовим для вас такое. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, пишите нам в комментарии, какой наряд вы выбрали для встречи Нового года. И до встречи в следующих видео. Пока!